Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Поучение святого Иоанна Златоустого из слова 4 о Лазаре. Доказательство воскресения суда и о совести. Не будем думать, будто дела наши ограничиваются пределами настоящей жизни, но станем верить, что будет непременно суд и воздаяние за все, что мы здесь делаем. Это так ясно и очевидно для всех, что иудеи, и язычники и все вообще люди согласны с этим. Ибо хотя и не все мыслят, как должно воскресение, но что касается досуда, наказания и тамошних судилищ, все согласны в том, что есть там воздаяние за здешние дела. Если бы это не было, то для чего бы Бог распростил столь великое небо, подостало землю, расширил море, разлил воздух, явил такое промышление, если бы он не до конца хотел иметь о нас попечения. Не видишь ли, сколь многие из живших добродетельно претерпели многочисленные бедствия и отошли, не получив ничего доброго, а другие, напротив, жили весьма нечестиво, похищали чужое имущество, грабили и притесняли вдов и сирот, наслаждались богатством, роскошью и бесчисленными благами и отошли, не потерпев ни малейшего зла. Итак, когда же и первые получат награду за добродетель, и последние понесут наказание за нечестие, если дела наши оканчиваются здешней жизнью? Если Бог существует, как и действительно существует, то всякий скажет, что он праведен. Если же праведен, то надо бы насогласиться, что тем и другим воздаст по достоинству. Если же Бог имеет воздать тем и другим по достоинству, а здесь никто из них не получил тот наказание за грехи, а этот награды за добродетель, то ясно, что будет еще время, когда и тот, и другой получат должное воздаяние. Иначе для чего же Бог и поставил в душе нашей этого непрерывно бодрствующего и неусыпного судью, разумею, совесть? Ибо нет, нет между людьми ни одного судей столь неусыпного, как наша совесть. Внешние судьи и деньгами подкупаются, и лестью смягчаются, и от страха потворствуют, и много есть других вещей, которые извращают правоту их суда. Но судилище совести ничему такому не подчиняется. Станешь ли давать деньги, будешь ли лестить, или угрожать, или другое что делать, она произносит справедливый приговор на греховные помыслы. И сделавший грех сам осуждает себя, хотя бы никто другой не обвинял его. Притом совесть делает это не однажды, не дважды, но многократно и во всю жизнь. И хотя бы прошло много времени, она никогда не забывает сделанного, но сильно обличает нас и при совершении греха, и до совершения, и по совершению. При самом совершении греха мы, упоенные удовольствием, бываем не так чувствительны к упрекам совести. Но когда преступление сделано и окончено, тогда-то особенно за исчезнувшим удовольствием наступает язвительное чувство раскаяния, в противоположность тому, что бывает с рождающими женами. Они до рождения младенца терпят невыносимое страдание и жестокие муки, разрывающие их болями. Но после рождения чувствуют облегчение, как будто вместе с плодом вышла и болезнь. Но здесь не так. Пока мы зачинаем и рождаем беззаконные намерения, да то ли радуемся и веселимся, когда же родим зло и исчадие, грех, тогда, увидя гнусность рожденного, скорбим и мучимся сильнее, нежели рождающие. Поэтому убеждаю вас, не принимать в самом начале беззаконной похоти, а если и примем, то подавлять в себе эти семена. Если пренебрежем и это сделать, то перешедший в дело грех умертвим исповедью, слезами, самоосуждением. Ибо ничто столько негубительно для греха, как его обличение и осуждение, соединенное с покаянием и слезами. Ты осудил свой грех? Через это ты сложил с себя бремя. Кто говорит это? Сам Бог, судья. Говори ты, чтобы оправдаться, Исайя 43, 26. До чего, скажи мне, ты стыдишься и краснеешь сказать грехи? Разве ты сказываешь человеку, который станет упрекать тебя? Разве исповедуешься пред сарабом, который разгласит твои дела? Господу, промыслителю, человеколюбцу, врачу показываешь ты рану. Разве он, который знает наши дела еще до совершения их, не будет знать, если ты не скажешь? Разве грех обличения его делается тяжелее? Разве грех от обличения его делается тяжелее? Напротив, легче. И Бог требует от тебя признания, не для того, чтобы наказать, но чтобы простить. Не для того, чтобы ему узнать грех твой. Разве он и без этого не знает? Нет, но для того, чтобы ты узнал, какой долг он прощает тебе. Хочет он показать тебе великость своей благости и для того, чтобы непрестанно благодарил его. Чтобы был медлительнее на грех и ревности добродетели. Если же ты не скажешь, как велик твой долг, то не узнаешь и превосходства благодати. Я не заставляю тебя, говорит он, выйти на средину зрелища и окружить себя множеством свидетелей. Мне, одному, наедине, скажи грех, чтобы я обрачевал рану и избавил тебя от болезни. Вот для чего вложил он в нашу совесть, которая действует с любовью более нежели отеческую. Ибо когда отец однажды, дважды, трижды, десять раз наказав сына, увидит его неисправимым, то в отчаянии отрекается от него, изгоняет его из дома и исключает из родства. Но не такова совесть. Напротив, если она скажет один, два, три и тысячу раз, и ты не послушаешь, то снова будет говорить и не отстанет до последнего издыхания. И в доме, и на распутьях, и за столом, и на торжищах, а часто и в самих сновидениях представляет она нам образы и виды сделанных нам грехов. И посмотри на премудрость Божию. Бог не сделал обличение совести ни непрерывным, ибо мы, непрестанно, быв обличаемы, не снесли бы этой тяжести, не столь слабым, чтобы она после первого или второго вещевания пришла в отчаяние. Если бы она стала угрызать нас каждый день и час, мы были бы подавляемы унынием, а если бы напомнивши раз-другой перестала обличать, мы немного получили бы пользы. Поэтому он сделал это обличение хотя и всегдашним, но не непрерывным. Всегдашним, дабы мы не впали в беспечность, но слыша всегда его напоминания, пребывали до самой кончины бдительными. Не непрерывным и не непрекращающимся, дабы мы не упадали духом, но ободрялись, получая некоторое облегчение и отраду. Как совершенное равнодушие к грехам пагубно и порождает нас крайнее бесчувствие, так непрерывно и чрезмерная скорбь вредна. Чрезмерная скорбь нередко отнимается, отнимая естественную рассудительность, может потопить душу и сделать неспособную ни к чему доброму. Поэтому Бог и устроил, чтобы обличение совести восставало на нас по временам, так как оно весьма жестоко и узляет грешника сильнее всякого острия. Ибо совесть сильно восстает и громко вопиет на нас не только тогда, когда мы сами грешим, но и когда другие грешат, подобно нам. Блудник, прелюбодей, вор чувствует на себе как бы удар, а не только когда обвиняет его самого, но и когда слышит, что других обвиняют в подобных же преступлениях. Ибо укоризны, делаемые другим, служат ему напоминанием его собственных грехов, обвиняя другого, а он и не будучи обвиняем терпит поражение, потому что виновен в такие же, как и тот преступлениях. То же бывает и относительно добродетели. Когда другие прославляются и венчиваются, тогда и совершившие подобные дела радуются и торжествуют, как будто бы и сами они были прославляемы наравне с теми. Итак, что может быть несчастнее грешника, когда он мучится, и тогда как другие бывают обвиняемы? Что блажение добродетельного, когда он радуется и торжествует, и тогда, когда другие прославляются, в славе других, видя напоминание о собственных добродетелях. Это дела премудрости Божией. Это знаки величайшего промысла его о нас. Обличение совести есть как бы некоторый священный якорь, не дающий нам совершенно погружаться в бездну греха. Часто совесть не только в то время, когда мы грешим, но и по прошествии многих лет напоминает нам о прежних грехах, ибо мы, быв искушаемы несчастьями и горестными обстоятельствами, вспоминаем о прежних грехах наших. Зная все это, мы, если сделаем что худое, не будем ожидать несчастья, злоключений, опасности и уз, но каждый день и час будем воздвигать у себя это судилище и произносить на себя приговоры. Постараемся всячески оправдаться пред Богом и как сами не будем сомневаться в воскресении суде, так и другим не позволим высказывать такие сомнения. Но всячески будем заграждать ему ста тем, что сказано. Если бы не предлежало нам дать отчет грехах там, то и здесь Бог не поставил бы в нас этого судилища совести. Но и это самое есть доказательство его человеколюбия. Так как он тогда потребует от нас отчета в грехах, то поставил этого неподкупного судью совесть, чтобы сей здесь, судя нас за грехи и исправляя, избавил от будущего там суда. Об этом говорит и Павел. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. 1 Коринфянам 11, 31 Итак, чтобы нам тогда не быть наказанными, и не подпасть под суд, пусть каждый войдет в свою совесть, и исследовав жизнь и тщательно рассмотрев все грехи, пусть осудит душу, соделавшую их, пусть обуздает помыслы, укротит, стеснит ум свой и накажет себя за грехи самоосуждением, строгим покаянием, слезами, исповедью, постом и милостынью, воздержанием и любовью, дабы всячески отложить здесь свой грех, мы могли отойти туда с полным дерзновением, чего додостигнем все мы, благодатью и человеколюбием Господа нашего и Иисуса Христа, с которым Отцу и Святому Духу слава во веки веков. Аминь. Аминь.